Я приветствую всех, кто смотрит и слушает нас. Меня зовут Оксана Пашина. В студии программа «Особое мнение. Политик Владимир Рыжков». Здравствуйте. Добрый вечер. Я напомню номер, на который вы можете присылать свои смс-сообщения и вопросы. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Ну, Владимир, как вы знаете, у нас теперь новый министр образования. Мы еще не очень хорошо знаем Ольгу Васильеву, но почитали кое-что. Пишут о ней, что она пропагандист идеи патриотизма, крайний консерватор. Мы поняли, что она любит Сталина, знаем, что писала диссертации о русской православной церкви и политике советского государства. Как вам это новое назначение? Ну, мне кажется, что это не совсем то, что нам сегодня нужно для развития страны, потому что она упомянула сегодня в каком-то комментарии, что надо возрождать школу русскую девятнадцатого века, то есть классические гимназии. Но мы знаем, чем кончилась школа России девятнадцатого века. Она кончилась распадом той России. То есть школа девятнадцатого века воспитала революционную интеллигенцию с одной стороны, костное элекционное чиновничество с другой стороны, а между ними возник конфликт, который разрушил страну. Поэтому и вообще в двадцать первом веке брать за модель системы образования девятнадцатого века, то есть двухсотлетней давности, это по меньшей мере странная идея. Как и такая приверженность православию, как и приверженность право-консервативным ценностям. Россия и так теряет конкурентоспособность в мире, Россия и так с ускорением отстает в технологиях, в мышлении, в знаниях, в подходах. Если мы еще будем культивировать в нашей школе образцы двухсотлетней давности, мы отстанем еще сильнее. Второе, она сказала, что ее главная забота будет забота об учительстве. Прекрасные слова. Декларация отличная. Но я не уверен, что новый министр образования, что называется, в теме. Что новый министр образования вообще знает, что происходит с российской школой и знает, что происходит с российским образованием. Бог поможет, возможно. Бог не поможет, потому что Бог не будет оплачивать счета школ и вузов. А это, к сожалению, такая бревная материя, когда очень многое зависит от денег. Так вот, я хочу просто рассказать новому министру образования, коротко, какова ситуация в стране сегодня со школами и вузами. А ситуация у нас катастрофическая. За последние пять лет реальные расходы на образование быстро сокращаются. Причем быстро сокращаются расходы из всех уровней бюджета. Сокращаются расходы из региональных бюджетов и из федерального бюджета. Приведу несколько цифр. Если говорить о федеральном бюджете, я сейчас говорю о федеральном бюджете, федеральный бюджет финансирует главным образом вузы. Так вот, за последние четыре года, в ценах 2012 года сокращение расходов федерального бюджета на образование катастрофическое, минус 36%. В ценах 2012 года минус 36%. На здравоохранениях, кстати, минус 50%. На это я часто слышу. Ну да, федеральный бюджет сокращает расходы на образование, но зато региональные бюджеты не сокращают. Тоже ложь. По расчетам с 2012 года в неизменных ценах расходы на образование из бюджетов всех уровней по сравнению с 2012 годом в реальных ценах минус 15%. На здравоохранение минус 20%. Новый министр образования должна знать, что финансирование вузов за последние четыре года сократилось на 22% в реальных ценах. За это же самое время, за эти же 4-5 лет военные расходы в России удвоились в номинале. Ну и реально удвоились. То есть удвоились. Фактически что происходит в стране? В стране идет наращивание оборонных расходов. В стране идет быстрое наращивание полицейских расходов. В стране растут расходы на госуправление. Например, средняя зарплата чиновников федерального уровня, буквально позавчерашние цифры, достигла 100 тысяч рублей федеральных чиновников. При том, что средняя по стране 35-37. Средняя по многим регионам гораздо ниже. Например, в моем Алтайском крае 20-22 тысячи. Федеральные чиновники получают 100 тысяч. Так вот, идет огромное перераспределение денег от образования, здравоохранения, науки, культуры в пользу огромных военных расходов. У нас, чтобы просто наши слушатели понимали, у нас по прошлому году военные расходы в совокупности 4,5 триллиона рублей. На все образование, из всех видов бюджетов 3. На все здравоохранение, из всех видов бюджета 2. То есть у нас оборонные расходы почти уже сравнялись с суммой расходов на образование и здравоохранение. Нужно ли так понимать, что мы воевать с кем-то собираемся? У нас доля, я не знаю, с кем мы собираемся воевать, пока мы воюем с собственным народом. Потому что обнищание населения, варварская оптимизация, когда по всей стране закрываются тысячи школ, закрываются тысячи больниц, фельдшерско-кушерских пунктов. По всей стране идет сокращение учителей, по всей стране идет сокращение ученых, по всей стране идет сокращение вузовских преподавателей, стационарных коек в больницах. Пока идет война с собственным народом. И наращиваются военно-полицейские и чиновничьи расходы. И если новая министра образования, вот такая она вся красивая, приходит и говорит, я буду заботиться об учительстве, да? Я хочу задать прямой и жесткий вопрос новому министру образования. А вы готовы встать в оппозицию к президенту? И вы готовы встать в оппозицию к премьер-министру Медведеву, которые целенаправленно и сознательно на протяжении нескольких последних лет сокращают расходы на образование? А вы готовы встать в оппозицию к президенту и к правительству, которые сокращают дотации регионам? А это очень важно подчеркнуть, что идет сокращение в федеральном бюджете. В 2014 году 5,5% шло на помощь регионам, а в этом году только 4%, на 1,5%. А дело в том, что регионы платят зарплату учителям. Именно регионы платят зарплату учителям по всей стране. Вот так вот я задаю вопрос новому министру образования. А вы вообще отдаете себе отчет, что вы стали министром отрасли, где идет систематическое сокращение финансирования? Вы отдаете себе отчет, что ваш лозунг «помочь учителям» – это пустой звук, если вы не добьетесь от федерального правительства и от президента, который вас назначил, радикального увеличения финансирования школ, вузов, дошкольного? Но, может быть, она добьется, она дает какие-то аргументы. Нужно непременно вставать в оппозицию или, может быть, она дает какие-то аргументы? Может быть, не вставать в оппозицию, можно вставать в пропозицию, как угодно. Я просто констатирую факт, что в стране проводится целенаправленная систематическая политика сокращения расходов на образование из всех уровней бюджетов. Министр образования должен это осознавать. И если министр образования в день назначения говорит о том, что главная эта забота о учителях, первый вопрос, который она должна поставить, и последний вопрос, который она должна поставить – это радикальное, на десятки процентов увеличение финансирования высшего, специального, общего, дошкольного и других видов образования. Нужно так понимать, что просто власть дает понять, что не нужны образованные люди, нужны чиновники, нужны силовики. Нужны вам, нужно оружие, совершенно верно. Но тогда не надо врать людям, тогда не надо создавать иллюзию, что в России учительский труд уважаемый. Вот я приведу пример моего родного Алтайского края. Я только что проехал 12 сельских районов, провел встречи в 43 селах. Катастрофическая ситуация, катастрофическая. Учителя получают 9, 10, 12 тысяч рублей в месяц. При этом работают на полторы-две ставки. При этом они зарплату получают не за отработанные часы, а за количество учеников. Многие сельские школы малокомплектные или недокомплектные. То есть, учителя с гигантской нагрузкой, с огромным стажем, с высочайшей квалификацией получают нищенскую заработную плату. Для того, чтобы сфальсифицировать отчетность, их переводят на 0,7, на 0,5 ставки. Имея нищенскую заработную плату, учителя держат коров, выращивают овощи на огородах. Как завещал премьер-министр Медведев. Совершенно верно. При этом они же скидываются. Вот я сейчас проехал множество сельских школ. Учителя из своей нищенской зарплаты скидываются и делают ремонт школ перед началом учебного года. Потому что власти не финансируют. Нет денег... Мы сейчас должны прерваться. Да, давайте. А в этой страшной ситуации мы договорим после небольшого перерыва. Катастрофическая, я бы сказала. Конечно, катастрофическая. В нашей студии политик Владимир Рыжков. До перерыва мы говорили о катастрофической ситуации с образованием, со школами в регионах. Вот смотрите. Майские указы пресловутые. Суть их в том, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже, чем средняя по экономике в регионе. В огромном количестве регионов майские указы до сих пор не выполняются. Губернаторы, которых Москва отрезала деньги, а Москва срезала десятки, сотни миллиардов рублей дотации регионам, губернаторы, чтобы исполнить майские указы президента, танцуют во все тяжкие. Начинают закрывать школы. Начинают сливать сельские школы с сельскими детскими садами, чтобы сэкономить одну ставку воспитателя. Начинают заставлять учителей работать на полторы-две ставки на износ, чтобы выйти на плановую цифру среднюю по региону. И все равно не выходят. В Алтайском крае в этом году зарплата сократилась на фоне кризиса и роста цен сократилась на 3-4 тысячи рублей. С учителей снимают стимулирующие надбавки, которые были раньше, потому что у региона нет денег. Огромное количество в сельской местности малоимущих семей. Знаете, сколько дают ребенку на учебную неделю на питание? 50 рублей в неделю. 50 рублей в неделю. Это 10 рублей в день или около того. Что может ребенок получить? У него мамка голодная, он утром едет в школу на школьном автобусе по разбитой дороге с пустым животом. В школе ему дают стакан черного чая, кусочек черного хлеба и 3 ложки кашки манной на воде. Потом он возвращается домой, ему нечего есть. 50 рублей в неделю дают на малоимущих. Их тысячи по Алтайскому краю, их десятки тысяч по всей стране. При этом страна воюет в Сирии, при этом страна помогает около полутора триллионов рублей другим государствам. Страна помогает сирийским детям. Давайте подумаем о детях в Салтонском районе. Давайте подумаем о детях в селе Луговое Красногорского района, которые получают 50 рублей в неделю на бесплатное льготное питание. Нищие учителя сами красят полы за свою нищенскую зарплату. Нищие учителя скидываются и сами покупают себе методические пособия, учебники. Нищие родители покупают учебники детям, потому что деньги на учебники тоже не выделяются. Идёт сокращение школ. Вот мне кажется, у нас в Москве просто не понимают очень многие, что происходит реально в стране. Средняя зарплата в московских школах, как я увидел недавно, средняя зарплата 66 тысяч. На Алтае 18 тысяч. Разве это нормально, когда в одной стране учитель той же квалификации за ту же самую нагрузку, за таких же точно детей, получает 18, а в Москве получает 66? Это вызывает дикое озлобление по всей стране. Что происходит на примере Алтайского края? Дошкольные учреждения, детские сады. Средняя зарплата 13-й год 11 тысяч. Средняя зарплата 16-й год 12 тысяч. За 4 года никакого роста заработной платы. За 4 года цены выросли на 60%. Это означает, что эта несчастная воспитательница детского сада обнищала на 60% за эти 4 года. Давайте возьмём школы. Средняя зарплата 13-й год, Алтайский край 17,3 тысячи в месяц. Средняя зарплата в этом году 18. За 4 года никакого роста заработной платы. Цены за 4 года 50-60% выросли как минимум. То есть идёт колоссальное обнищание педагогов по всей стране. Идёт разгром образования. Посмотрите, что происходит в вузах. Никакой индексации зарплат преподавателям. Постоянно растущая нагрузка. В вузах дикое соотношение управленческого персонала вузов и преподавателей. Под преподавателей всё меньше, а управленческого персонала отчётности всё больше. При этом в вузах сокращается число бесплатных бюджетных мест и постоянно растёт число платных мест. У меня только один вопрос. Почему у преподавателей, почему у учителя, почему у сельские жители? Они молчат. Они ждут, что сверху кто-то решит правильный. Они не молчат. Войдите в одноклассники Алтайского края. Там десятки видео, когда учителя открыто на камеру говорят. Нас обманули. У нас сняли заработную плату. У нас дичайшая нагрузка. Плюс мы пишем бесконечную бюрократию. Мы сами за свой счёт ремонтируем школы. А процесс в социальных сетях, это, конечно, прекрасно, но он ни к чему не ведёт. Люди не молчат. Люди даже под страхом увольнения, их сейчас заставляют голосовать за Единую Россию под страхом увольнения. Люди даже в этой ситуации, когда они могут потерять последний кусок хлеба... Они в социальных сетях для кого пишут? Делятся просто своей бедой, а как-то... Люди открыто говорят, что они возмущены. Люди открыто говорят, что идёт развал образования под названием оптимизация. Идёт развал здравоохранения по всей стране. Вы знаете, что у нас средние расходы на образование от ВВП? Есть такое понятие, расходы на образование от ВВП в два раза ниже, чем в развитых странах. У нас средние расходы на здравоохранение в два с половиной раза, чем в развитых странах. Мы с помощью молитвы и закона Божьего, и хоть лоб расшибём об иконы с новым министром, мы не спасём страну, потому что будущее страны на сто процентов зависит от образования. Если страна делает всё, что угодно, ракеты, новые атомные подводные лодки, новые атомные стратегические бомбардировщики и так далее, но при этом в нищете от голода падают дети, у которым дают 50 рублей в неделю на питание, если учительница, у которой чудовищная нагрузка, вынуждена держать корову у себя дома, и утром, вечером её доить, чтобы не умереть с голоду, если эта же учительница продаёт молоко с купщиком по 15-17 рублей за литр, и на эти деньги покупает ведро краски и красит свою собственную школу, это же дикость, это бред в 21 веке в такой нищете, в таком разгроме держать школы, держать, а сколько из ПТУ закрыто? Никто сейчас не готовит слесарей, никто не готовит токарей, никто не готовит трактористов, никто не готовит поваров. Просто как мамая идёт по стране, которая уничтожает всю бюджетную сферу. Поэтому я это всё говорю, потому что это не я должен говорить, это должна говорить новый министр образования, а она вместо этого говорит, мы будем возрождать школу 19 века. Возродите школу 19 века, где учитель получал огромную заработную плату по тем временам, где ему давали жильё, где профессия учителя в 19 веке была одна из самых престижных, мы это знаем по Чехову, мы это знаем по другим великим русским писателям. Давайте возродите. Но в то же время крестьянские дети не учились в большинстве своей школы. Не хватит 9 тысяч рублей учительницы, которая пластается с утра до ночи, ей надо ещё корову накормить, ей надо ещё три машины дров купить на зиму, ей надо ещё сено заготовить, ей надо картошку посадить, окучить, прополоть и выкопать, чтобы не умереть с голоду. Это настолько цинично, когда с высоких трибун говорятся высокие слова о престиже учительского труда, о важности образования. И когда ты сталкиваешься с реальной ситуацией, это такой за гранью абсолютный цинизм, уж лучше бы они молчали. Хорошо, вот на этом описанном фоне. Или как Медведев, идите в бизнес. Медведев, честно, сказал, не надо уже его, всё понятно. На этом описанном фоне мы видим, хорошо, министр образования, может быть, ещё не в курсе, она почитает потом всю эту статистику, тоже ужаснётся, может быть, возьмёт самоотвод, а может быть и нет. Но на этом фоне власть меняет министра образования. Ливанов, да, им тоже были не все довольны. На крайне консервативную представительницу. Значит ли это, что власть хочет нам сказать, у нас эта тенденция устраивает, всё хорошо, всё так и будет, а этот человек присмотрит, чтобы было меньше возмущения? Может быть и так, потому что, я ещё раз повторяю, Почему именно сейчас снимают Ливанова и назначают Ольгу Юрию? Я не знаю, почему там кто кого снимает, я знаю только одно, что при Ливанове катилось вниз образование, все вот эти тенденции, которые я описываю, это тенденции последних лет, и почему он не возвышал свой голос, он что, он прекрасный специалист, он технократ, он наверняка даже лучше меня и больше меня знает цифр, хотя я основные тенденции, я рассказал сегодня, да. При нём шло закрытие частных вузов, снижалась конкуренция, при нём шло сокращение бюджетных мест, при нём шло колоссальное сокращение в целом финансирования здравоохранения. Что новый министр может сделать в этой ситуации, если политика государства такая? Что? Ходить разрезать ленточки, изображать всё хорошо, заниматься психотерапией, убеждать замученную учительку, которая только что вытащила ведро из-под вымени своей коровы, что она живёт хорошо и что о ней заботится государство? Понимаете, вот я провожу сейчас встречи с тысячами людей, из них сотни учителей. Никто в эту туфту уже не верит. Люди всё прекрасно понимают, что есть их реальная жизнь, есть риторика государства благообразная, которая всё приукрашивает. И приезжает какой-нибудь, не знаю, президент, премьер, его обязательно ведут в самую новую, самую крутую школу, обязательно какая-то... Потёмкинские деревни, а рядом вокруг вся округа разваливается. Вот эта показуха, сплошная Потёмкинская деревня, она уже достала всех людей. И решать это можно только одним способом. Не языками чесать, как у нас, к сожалению, руководство страны и министры, языками чешут губернаторы, которые не бахвалятся, что у них всё хорошо и живёт прекрасно. Лучше бы молча делали, лучше бы молча решали эти проблемы. Понятно, что надо делать. Надо раскрепощать школу, надо повышать заработную плату, надо снижать нагрузку, надо выделять деньги на ремонты, надо выделять деньги на учебники, надо убирать эту безумную бюрократию, в которой сейчас школа погрязла. 5-6-7 простых вещей надо не трепаться, а делать. Мы прервёмся сейчас на несколько минут, а затем вернёмся в эту студию и продолжим. В нашей студии политик Владимир Рыжков. Мы говорим о ситуации с образованием и в регионах. Судя по СМС, которые приходят нашим слушателям, не жаль учителей. Этих учителей всё устраивает, если они фальсифицируют итоги выборов на участках в пользу Путина, пишет нам НК. Учителя за что боролись, то и получите. Единая Россия. Это выбор учителей России, пишет Лидия Аркадьевна. Эти учителя пожинают результаты фальсификации в пользу нынешней власти, только и всего. Я считаю, что не обижайтесь на меня, кто такие вещи пишет про учителей, злые. Мне кажется, что так может писать только человек, у которого нет сердца. Потому что тот, кто знает, как работают учителя, особенно в сёлах, особенно в провинции, которые знают какой-то адский труд, которые знают, какую нищенскую зарплату они получают, недопустимо бросать в них камень, недопустимо в них плевать. И более того, я убеждён, что в этом году голосование учителей по всей стране будет протестное, и они не будут фальсифицировать выборы. Потому что они уже наелись вот этого цинизма, о котором я говорил, выше крыши, по горло уже нажрались этим враньём, этой нищетой. Вот я ещё добавлю, вот мне говорят, не нагоняй жути. Это не жуть, дорогие мои, это факты. Если вам не нравятся факты, отключите радио. Но если вы хотите знать, что реально происходит в стране, слушайте меня. Потому что я это говорю не абстрактно, а я проехал 2500 километров в 12 сельских районов и разговаривал с сотнями учителей. Поэтому я говорю то, что я знаю. Так вот, на примере Алтайского края. Опытный учитель, 27 лет стажа, получает 9600 рублей. По сравнению с июлем прошлого года учителя города Барнаула потеряли 3000 рублей заработной платы. 12000 учителей потеряли в заработной плате в Алтайском крае. 6500 воспитателей детсадов. А вдумайтесь, 20 тысяч бюджетников Алтайского края живут на минимальную размер оплаты труда. 7500. 20 тысяч человек получают 7500 рублей в месяц и не рублём больше. Я лично в селе Мало-Енисейское разговаривал с почтальоном, который получает 3800. Я лично разговаривал в посёлке Лесной Бийского района с методистом местного клуба, который получает 6000. Вот, дорогие мои, это не жуть, это реальность Российской Федерации, великой державы, великой нефтяной и газовой державы в 2016 году. Поэтому не надо плевать учителей, они не будут фальсифицировать выборы. В этом году они поставят заслон любым фальсификациям, я в этом уверен. Потому что у людей есть достоинство, у людей есть совесть, люди прекрасно понимают, что об них вытирают ноги. И когда новый министр говорит, я буду заботиться о учителях, они уже видели много подобных министров, и они знают цену подобного рода заявлением чиновников. Я разговаривала с учителями, дикторами школы, и они мне объясняли, что учителя зачастую не видят связи между нынешней властью, между выборами и между своим подобным положением. Прекрасно видят все люди связь, я разговаривал с коллективами, я разговаривал с отдельными учителями, люди прекрасно всё понимают. Люди прекрасно понимают, что политика сжирает экономику, люди прекрасно понимают, что внешняя политика сжирает образование, люди прекрасно понимают, что геополитика сжирает их жизненный уровень и будущее их детей. Люди прекрасно всё понимают, что пока мы мускулами играем, у них ветер гуляет в животах. Люди прекрасно понимают, что пока у нас 40% бюджета идет на чиновников, оборону и нацбезопасность, и только 7,5% идет на образование, здравоохранение, культуру, спорт вместе взятые, они прекрасно понимают, что они обречены на нищету. Поэтому не надо держать людей, в том числе учителей, за дураков, люди все прекрасно понимают, и я уверен, что в этом году они не будут голосовать за власть, они не будут голосовать за единую Россию, они будут голосовать за другие политические силы, надеюсь, что многие из них будут голосовать за нас, за объединенных демократов, партию Яблоко, они не будут фальсифицировать выборы. Выборы будут фальсифицировать районные администрации, когда уже из школ протоколы привезут в районные администрации, когда там запрутся чиновники вместе с местным начальником РУВД и начнут перед вводом в ГАЗ-выборы вводить фальсифицированные сводные протоколы в ГАЗ-выборы. И вот здесь я уже обращаюсь к Александре Панфиловой, которая очень решительно заявляет о том, что она будет пресекать фальсификации по всей стране. Элла Александровна, обратите внимание на ТИКИ, на территориальной избирательной комиссии. Это то самое звено, где в этом году проигрывающая выборы власть будет фальсифицировать итоги народного голосования. Раз уж речь зашла о выборах, то такой вопрос. Как вам кажется, почему власть решила допустить оппозицию на выборы? Это что называется пыль в глаза, игра в демократию или действительно потребность в конкуренции? Я полагаю, что мы этого добились. Я хочу напомнить, что пять лет назад, когда были сфальсифицированы выборы в Государственную Думу, были огромные митинги на Болотное Сахарова и были огромные митинги по всей стране. И я хочу напомнить, что тогда в резолюции этих митингов было требование номер один – убрать Чурова, Чурова нет. Требование номер два – вернуть прямые выборы губернаторов, они возвращены. Требование номер три – вернуть одномандатные округа на выборы в Госдуму, чтобы люди могли идти от территории непосредственно, не от партии. Вот я иду по такому округу, 39-му Барнаульскому сейчас на выборы. Вернули. И четвёртое требование было – это допустить регистрацию партии, допустить оппозицию на выборы. Поэтому это не подачка власти, это не какая-то хитрая игра. У нас очень многие люди верят в конспирологию, что вот там, о да, конечно, кругом хоббиты, рептилоиды летят на землю. Что это чушь? Это люди добились в декабре 2011 года, движение декабристов, движение Болотной Сахарова, добились изменения законодательства, и сейчас, изменив законодательство, оппозиция идёт на выборы. И я ещё раз повторю, если вы хотите изменения политики, если вы хотите смены власти, не сидите на диване, потому что скоро они введут налог на диван, они уже до него подобрались. То есть, если вы будете сидеть на диване и не пойдёте на выборы, то уже в следующем году вы будете платить налог на диван. 2000 рублей в год будет налог на диван. Вы будете платить каждый. Это констрология, шутка. Это не шутка, знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Я ещё раз говорю, если вы, вот которые сейчас, да я ни во что не верю, да это всё игра в напёрстки, да это всё бесполезно, да они всё равно намухлюют, да всё равно Единая Россия победит. Вот вы останетесь на диване, они тогда точно специфицируют выборы и победят, и потом введут налог на ваш диван. Вот я вам это гарантирую. Поэтому я всех призываю, надо обязательно идти на выборы, голосовать против правящей партии, голосовать за оппозиционную партию, голосовать за яблоко объединённых демократов, потому что я кандидат этой партии, я верю в то, что мы можем победить. И тогда будут изменения. Смена власти и смена политики зависят от каждого из вас. — Готовы ли вы выйти на митинги протеста, если выборы окажутся на ваш взгляд нечестными? — Конечно, готов. Я был одним из организаторов митингов на Болотной Сахарова и лично вёл эти митинги. Конечно, готов. Более того, мы сейчас готовим по всей стране наблюдателей, более того, мы вводим членов с совещательным голосом и с решающим голосом в комиссии, более того, мы будем фиксировать все факты нарушения злоупотребления, мы будем обращаться в Центр избирком к Александре Панфиловой, мы будем всё документировать, мы будем судиться, и мы обязательно будем выходить на митинги, если эти выборы будут классифицированы. — Ну, и у нас не так много времени остаётся, сегодня 19 августа, мы не можем не вспомнить о событиях, 25 лет. — Александр Савцов написал в Фейсбуке, очень многие мои друзья негативно восприняли назначение министра образования православной патриотки Васильевой, и я разделяю их реакцию. В то же время на завтра назначена поминальная церемония по погибшему, памятного знака, и в их честь православные панихиды, хотя среди них отнюдь не все были православными, и среди тех, кто придёт почтить их память тоже. Чем мы лучше власти? — спрашивает он. — В том смысле, что... — Ну, вот такая церемония будет православная панихида. Или это нормально? — Ну, почему нет? Вот смотрите, мы сегодня с Эмилией Слабуновой и Александром Гнездиловым, мы возложили цветы к памятнику трём ребятам здесь, на Новом Рыбате, где они погибли. Если какие-то люди хотят провести православную панихиду, ну что в этом дурного, в конце концов? Я не вижу ничего дурного абсолютно. Мне кажется, это очень резкая позиция. — Даже с учётом того, что не все погибшие относились к православной конфессии, и не все те, кто придут на эту акцию, православные. — А как это может помешать, даже если они все были неправославные, как это может людям с православной верой отдать дань им памяти, что в этом дурного? Мне кажется, это хорошо. — То есть здесь должно быть всё свободное? — Ну, конечно, конечно. — Вопрос такой, по итогам 25 лет ваши ожидания оправдались, за то ли боролись? — Да нет, конечно. Конечно, не за то. А ведь что такое было ГКЧП? Это была попытка повернуть историю вспять. Это была попытка лечь бревном на пути истории. Это была попытка вернуть всё взад. — То есть в сталинские, брежневские времена. Сейчас все говорят, вот вышли люди к Белому дому. Да ничего подобного. Десятки тысяч людей вышли в Петербурге. В Барнауле вышло 10 тысяч. Я вёл тот митинг. 10 тысяч — это самый большой митинг вообще, мне кажется, за 20 век против ГКЧП. По всей стране вышли сотни тысяч, может быть, даже миллионы людей против ГКЧП. Народ их отринул. Народ их отбросил. Это была агония Советского Союза. Это была агония провалившейся системы. И люди хотели другого. Люди хотели самоуправления местного. Люди хотели демократии. Люди хотели подотчётных чиновников. Люди хотели ответственного и честного государства, которое работает в общем-бладе. А что в итоге получили? Банду хапук, которая хапает и нажраться не может. Что в итоге получили? Неработающую экономику, чудовищную коррупцию, забитых, униженных учителей, которых угрозами увольнения заставляют ходить на праймере с «Единой России» и потом за неё голосовать. Конечно, все надежды практически разрушены. Всё, за что тогда люди выходили, отринуто. Но это не означает, что те идеалы, идеалы честной власти, подотчётной власти, идеалы общего блага, а не частного интереса чиновников, это не означает, что эти идеалы плохи. Ну просто мы не смогли поднять эту штангу. Наша элита, наше общество, мы топчемся на месте. Вот вы знаете, Оксана, что мы сегодня в 2016 году находимся по экономике в восьмом. Нет, теперь знаю. Мы находимся в восьмом, у нас потерянное десятилетие. Вот у нас власть говорит стабильность, а на самом деле это болото, это просто 10 лет в унитаз, 10 лет в никуда. Это уже полпоколения выросло. Вот в этом, и опять у нас министр, который в 19 век. Ну слушайте, главные уроки ГКЧП, урок первый, не стой поперёк истории, не стой поперёк прогресса. Тебя сокрушат. То, что произошло с ГКЧП, они решили повернуть вспять историю. Так не бывает. И они были в три дня растоптаны и сокрушены. Второй урок. Любая непоследовательная политика кончается крахом. Потому что Михаил Сергеевич, он очень компромиссный человек. Он стремился давать сигналы и Язову с Крючковым с одной стороны, и Ельцину с Останкевичем с другой стороны. И вот он пытался балансировать, и в итоге вот эта политика компромиссов и нерешительности тоже потерпела крах. И третий вывод из ГКЧП, вот то, что для нас сейчас важно, то, что для нас сейчас исторический урок. Если ты не идёшь вперёд, ты деградируешь. Если ты не идёшь в ногу со временем, ты отстаёшь. Если ты цепляешься за прошлое, ты кончишь крахом. Вот у нас власть нынешняя с её консерватизмом, трусостью, непоследовательностью, неспособностью принимать решительные, резкие решения по тому же образованию, то, что мы обсуждали, она фактически, Россия застряла вне времени и пространства сегодня. За счёт обнищания населения, за счёт экономического упадка. У нас 350 тысяч уехало за прошлый год людей за границу. 350 тысяч. Это крупный российский город. Поэтому главный урок ГКЧП – не стой против истории, не будь половинчатым, не иди назад, иди вперёд. Только так Россия может развиваться. Сегодня мы опять стоим на месте, мы деградируем, и это опять создаёт риски, потрясения и краха. Это была программа «Особое мнение» и политик Владимир Рыжков. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова